МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям Красноярского края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня выпуски. Эпидемия гриппа в крае. Как не заразиться? Рак победим. Кому и как удается вылечиться? Свинка-героиня. Как это животное помогает медицине? За последние дни в Красноярске было зарегистрировано рекордное число вызовов бригад скорой помощи. Причина – грипп и ОРВИ. Роспотребнадзор объявил о превышении эпидпорога. Как не заразиться и что с поставками лекарств? На эти и другие злободневные вопросы ответим в рубрике «Мединфо». По данным регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 1 февраля 2016 года, на территории края зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРЗ. Эпидемический порог превышен на 60,8% в 11 административных территориях Красноярского края. В городах Красноярск, Минусинск, Заозерный и районах Саянский, Партизанский, Ермаковский, Минусинский, Берелюский, Балахтинский, Туруханский и Венкийский. Что касается вируса H1N1, по данным на 1 февраля, выявлено 5 случаев заражения на территории края. Самочувствие пациентов стабильное. Если говорить о заболеваемости в разных возрастных группах, то в городе Красноярске это в основном за счет взрослого населения. Среди организованных детских коллективов у нас мероприятие уже проводится вторую неделю. Поэтому, может быть, даже поэтому на четвертой неделе в группе детских возрастов и 7-14, и 3-6, и 0-2 мы не имеем никаких колебаний в заболеваемости. А наоборот, за 4 дня заболеваемость ниже. Специалисты напоминают, прежде всего, жители края должны сами принимать самые элементарные меры, которые позволят избежать заражения. Первый барьер – это медицинская маска. Медицинская промышленность выпускает их, и существует определенное правило ношения, чтобы маска была эффективна. Прежде всего, одеваем белой стороной к лицу, чтобы маска плотно прикрывала рот и нос. Не только рот, но и нос, чтобы она плотно была пригнана к лицу. Во время ношения маски не трогать руками ее, носить не более двух часов. Правда, в аптеках краевого центра возникли перебои со средствами защиты от гриппа, и мы в этом убедились сами. В счет дешевых не знаю, насчет масок во всех аптеках. Что же не скажем на нашу? Скорее, маска на сегодня должны быть. Ну и еще одна аптека. Результат нашего опроса таков. В двух из четырех аптек маски оказались в наличии, противовирусные препараты тоже. Правда, популярный оксалин во многих аптеках разобрали, но есть аналоги. На самом деле был некий дефицит, но мы все заказали, поэтому на сегодняшний день в аптеке все имеется. И если каких-то вдруг средств не будет, либо они заканчиваются, альтернатива всегда можно найти. Есть масель, гель-веферон. Пожалуйста. Можно взять какие-то назальные капельки по типу гель-веферона, дерената. Поэтому, конечно, можно найти замену. Просто не каждый об этом знает и спрашивает, как правило, оксалин. Полноценно питаться, употреблять в пищу побольше лука и чеснока, а также принимать витамины, чаще мыть руки и проветривать помещение. Избегать контактов с заболевшими. Если следовать всем вышеперечисленным рекомендациям, риск заболевания будет сведен к минимуму. В Красноярске с помощью свинки показали действия нового важного медпрепарата. Все потому, что эти животные похожи на людей по многим морфофизиологическим показателям. На лабораторных свиньях изучают сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, язвы желудка и даже алкоголизм. Тему продолжим в нашем следующем сюжете. В Красноярске прошла Всероссийская научно-педагогическая конференция. Мероприятие очень важное для будущих врачей и тех, кто обучает их этому ремеслу. Журналистам показали, как доктора оттачивают свое мастерство. Им в помощь сегодня виртуальные симуляторы и не только. Прежде чем начать работать с людьми, студентам предстоит испытать свои навыки на крупном животном. В качестве пациента, который готов на все, была выбрана свинья. По многим морфофизиологическим показателям свиньи очень похожи на человека. И являются хорошим объектом для моделирования на них различных клинических случаев. К примеру, удаление селезенки, желчного пузыря, сосудистой операции и другое. Исследования показали, что геном свиньи близок к геному человека. Они могут страдать от тех же болезней, что и люди. Вот почему медицина заинтересована в применении свиней, в тестировании лекарств, вакцин, трансплантологии. Поэтому оттачивать свое мастерство и пробовать новые методики медики предпочитают именно на этом животном. В такой учебно-операционной на подобном объекте можно продемонстрировать выполнение хирургических вмешательств на любом органе, в любой специальности, для хирурга, для гинеколога, для анестезиолога. Очень важное направление эндохирургические технологии, которые мы интенсивно развиваем в нашем крае, нуждаются опытные специалисты, которых мы можем подготовить. Сейчас на базе Центра симуляционных технологий у нас есть такая возможность отработать хирургические манипуляции в условиях, максимально приближенных к реальной клинической ситуации. Уникальность такой демонстрации заключается в том, что в процессе обучения можно смоделировать сложные клинические операции. Перед тем, как столкнуться с реальной ситуацией, у врачей, которые обучаются новым технологиям, есть возможность применить полученные знания в такой учебно-операционной. Антон Строев, ординатор второго года, со своим коллегой выполнял хальцистоскамию – удаление желчного пузыря. Я впервые выполнял эту операцию на крупном лаварторном животном, и, в принципе, для меня это первый опыт. До этого я только ассистировал. Страшно. Конечно. Еще 10 лет назад в подобном случае проводилось открытое хирургическое вмешательство. После него восстановительный процесс у пациента протекал довольно долго. Сегодня, благодаря новым технологиям, появилась эндоскопия. Через небольшие проколы вводится эндоскоп. Четкая картинка внутренних органов появляется на экране. И доктору теперь не нужно делать больших открытых разрезов. Добавлю, что подобные мастер-классы очень важны для врачей. Все-таки проводить операцию живому существу, будь то свинья или еще какое-то животное, это процесс очень ответственный и волнительный. На этой неделе прошел всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. По-прежнему они отнимают жизни у многих. Но благодаря ранней диагностике ситуация меняется к лучшему. Как выглядит онкологическая картина в нашем крае, расскажем прямо сейчас. Пенсионер Виктор Исакович почти каждый день устраивает для себя кросс на лыжах. Он регулярно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, считая, что именно это помогает ему избежать рецидива страшной болезни. Больше 20 лет назад врачи выявили у него рак кишечника. Я никогда не верил, что я не выживу. Я всегда надеялся выжить, потому что у меня была цель вырастить детей, дождаться внуков. Ну, что я и сделал. Благодаря своевременной диагностике врачам удалось спасти пациента. Рак был еще на ранней стадии и практически никак себя не проявлял. Медики отмечают, что за последние 5 лет показатели заболеваемости в нашем регионе выросли почти на 30%. Но связано это с тем, что онкологию стали чаще выявлять. А главное, врачам удалось разгадать причину образования злокачественной опухоли. Причина рака известна – это поломки генов. Они происходят в результате сбоев в иммунной системе. А к сбоям в иммунной системе приводят многочисленные факторы. Среди них стрессы, неблагоприятная экология, инфекции и многое другое. К сожалению, пока ученые не разработали диагностику, которая позволила бы мгновенно выявить раковые клетки в организме. Но есть симптомы, которые должны насторожить. Среди них необъяснимая потеря веса, слабость и утомляемость. Проявление на коже пигментации, а также низкий уровень гемоглобина в крови. Многие эти факторы выявляют при диспансеризации. Человек один раз в год должен проводить минимум обследований. Это флюорография легких, это ультразвуковое исследование органов брюшной полости и органов малого таза. Дальше развернутый анализ крови, биохимия крови. Если у него все хорошо, все нормально, тогда он должен продолжать трудиться, жить и работать, одним словом. Врачи энкоцентра освоили уже более 200 новых высокотехнологичных хирургических методик. Среди них химиоэмболизация. Метод, при котором противораковый препарат вводят через вену прямо в опухоль. Точнее в артерию, которая снабжает ее кровью и кислородом. В отличие от обычной химиотерапии, этот способ позволяет избежать побочных эффектов. Пока ученые продолжают искать лекарства от рака, медики советуют чаще прислушиваться к своему организму. Обращать внимание на симптомы, которые должны насторожить. Здоровый образ жизни – лучшая профилактика раковых заболеваний. Откажитесь от курения, не злоупотребляйте алкоголем, ешьте больше овощей и фруктов, меньше жареного и соленого. Регулярно занимайтесь спортом и обязательно высыпайтесь. Вот рецепт, который поможет каждому. Онкология занимает второе место среди причин смертности в нашем крае. А вот на первом – сердечно-сосудистая патология. Сегодня мы познакомим вас с врачом, который спасает пациентов с больным сердцем. Пять лет назад рентгенохирург Дмитрий Столяров провел в Краевом кардиоцентре первую операцию. Сегодня он – герой нашей рубрики «Профессионалы». Здравствуйте. Час назад рентгенохирург Дмитрий Столяров вернулся с московской конференции и сразу включился в работу. Хирургия на кончиках пальцев – так среди своих называют малоинвазивные рентгенохирургические методы диагностики и лечения в области сердечно-сосудистой хирургии. Такие вмешательства не имеют противопоказаний по возрасту. Делаются как новорожденным, так и пожилым пациентам. И подчас это единственный шанс спасти чью-то жизнь. Появление современных материалов и их совершенствование позволило внутрь достаточно небольшого диаметра трубочек, так называемых катетеров, помещать достаточно объемные структуры, которые потом, раскрываясь, приобретают уже нормальную форму, могут функционировать и имеют довольно большой размер. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения в Красноярском кардиоцентре существует с самого открытия. За пять лет Дмитрию Павловичу с соратниками удалось превратить его в одно из самых мощных в России. На сегодняшний день нам удалось создать действительно уникальную структуру, которая объединяет себя, во-первых, операционную, и, во-вторых, коечный фонд на 50 коек. Мне неизвестно, чтобы в стране где-то были подобные отделения. Дмитрий Павлович считает, что его специальность – эндоваскулярная диагностика и лечение – самая авантюрная в медицине и всегда сопряжена с определенной долей риска. Любое вмешательство, любая работа, даже самая, казалось бы, простая и стандартная, в любую секунду может превратиться в запредельную ситуацию. И, фактически, чтобы эту ситуацию преодолеть, у тебя есть считанные секунды, иногда минуты, и не более того. Способность моментально ускоряться, принимать решения за секунды – одно из главных качеств, без которых в этой профессии делать нечего. За свою врачебную практику, а это 19 с лишним лет, Дмитрий Павлович провел более 8 тысяч операций. И стандартных, таких, чтобы как под копирку, из них не было ни одной. Каждый раз – это новая история жизни, каждый раз – это новая история заболевания, каждый раз – это что-то свое, глубоко личное, и каждый раз – это по-разному. Соответственно, нужно уметь это все адаптировать, самому адаптироваться и искать правильный выход. Скажите слова благодарности врачу, который помог вам или вашим близким. Звоните в нашу редакцию по телефону 233-04-03. На этом у меня все. Желаю крепкого сибирского здоровья. Увидимся через неделю.